Сейчас назвать точное предназначение этого объекта сложно ясно одно. Построили его ориентировочно в конце 18 века. Швайнеграбен, что в переводе с немецкого «свиная канава». Такое название носил ручей, когда-то протекавший в этой части города. Чуть позже его переименовали в более благозвучное «лебединая канава», вспоминает археолог Дмитрий Гавердовский. А в начале 20 века русло полностью засыпали. По картографическим данным, по одну и другую сторону ручья находилось кладбище, а чуть южнее место раскопок, что также подтвердили совсем неожиданные находки – детский приют. Попадается довольно-таки большое количество эмалированных детских горшков ночных. Потому что найдено около десятка их уже беленьких, голубеньких, ну, явно детских. Потому что сначала не могли понять, что они здесь делают, а когда уже третий-четвертый попался, ну, догадка пришла, что это, скорее всего, последствия близости к детскому приюту. Не обошлось, естественно, и без монет с изображением Фридриха II. Правда, их уже давно вывезли с места раскопок. А вот несколько мешков с керамическими пробками, которыми немцы закупоривали пивные бутылки и, возможно, лимонад, все еще ждут своего звездного часа. Может быть, смело будет предположить. Но здесь складывается такое впечатление, что был пункт приема стеклотары. Потому что количество битых бутылок и керамических пробок просто, ну, гигантское. Гигантское количество минералки, самой разнообразной, производимой, разливаемой по всей территории, как Калининградской области, так и Германии, судя по пробкам, надписям на пробках. Исходя из этих данных, минералку разливали чуть ли не в каждом восточно-прусском городке. В планах Дмитрия составить целую таблицу географии производителей. На пробках написано место, где делалось, либо название фирмы, либо, ну, чаще всего это имя, ну, хозяина предприятия, допустим, тут вот Густав Литки. Десятки людей совершенно разные. Если, допустим, здесь вот Эмиль Краузе. И таких действительно очень много. Попадаются и совсем неожиданные бутылки. Не исключено, что это, к примеру, один из первых образцов Кока-Колы. В целом, на сегодняшний день раскопано только треть из планируемых площадей, но уже успели дойти и до балластного слоя. Так археологи называют все, что относится к 20 веку. Так что все сенсационные открытия еще впереди. Светлана Федорова, Максим Кириченко, Служба новостей и город.